Творческая копилка народного нагайского писателя Республики и публициста Иссы Копаева пополнилась. Увидели свет его две долгожданные книги. Одна издана на русском языке «Саманта», а другая — это сборник драматических произведений на нагайском языке. Какой теме они посвящены и почему долгожданные, расскажет Альбина Ламкова. Роман «Саманта» Исса Копаев писал на протяжении долгих лет. Начал в 2000-х годах. Создавалась книга с большим вдохновением, говорит автор. Потом он на некоторое время прервал свою работу. Ну а вновь начать свой труд помогло, к сожалению, непредвиденное обстоятельство. Пандемия началась, и тогда я завершил этот роман, дал читать людям. Сказали свои замечания, кто-то понравилось, надо выпускать, сказали. Вот издательство «Голос пресс» в Москве выпустило быстро при том. Исса Копаев выразил благодарность издательству за сложенную работу, за то, что книгу опубликовали в короткие сроки. Автор рассказывает, что пандемия оставила отпечаток на его душе. Буквально за несколько месяцев произошла переоценка ценностей в жизни. Это и сподвигло его продолжить рассказ о судьбе героини книги и закончить роман. Это о судьбе молодой девушки, которая попала в эту обстановку, когда родители не знали, на что жить. Дети тем более, их воспитывали родители, безработные, аулы в 90-е годы. Как тяжело было людям, мы все помним. Но об этом не написано в художественной форме, мало написано, особенно среди нас. Поэтому это как бы жизнь сама подталкивала это сделать. И так эта книга получилась. В итоге героиня книги «Саманта» выходит из трущоб прошлого. «Мы сами вершители своих судеб», – заключил Иса Копаев, рассказывая о своем остросоциальном романе. Немало времени ушло и на написание драматических произведений, говорит автор. Около 40 лет в них он описывает жизнь Ногайского театра и его актеров. Пьесы автора начинал писать еще в 90-е годы. Тогда и сплелась его жизнь с театром. В то время они были еще сельские народные коллективы. К 85-му году он написал серьезную пьесу «Ветеран». Резонанс она получила. Здесь вот наш Карачаевский театр впервые поставил на профессиональной сцене Ногайского автора. И, значит, пьеса прошла тогда с успехом. Театр был полон Ногайского зрителя. Кроме того, она ставилась и в Кабардино-Балкарии, и в Карачаевских аулах. Точно так же с такой любовью и самоотдачей написаны и остальные пьесы. А по-другому нельзя, отмечает Иса Копаев. Среди них есть и сказочные, и даже детективные истории. Автор надеется, что они когда-нибудь будут представлены актерами на сцене. Алибина Ламкова, Фарида Седохмедова, Расул Бердиев. Вести. Карачаева. Черкесия.